здравствуйте девочки помните у меня на канале была распаковка вот такой вот фольги и и называют мятая фольга очень она очень-очень тоненькая такая поэтому она как видите в баночках и вы просили сделать несколько дизайнов с этой фольгой что я сегодня хочу и сделать здесь у меня в наборе 6 штучек золотых 6 штучек серия серебра давайте вместе с вами сейчас сделаем дизайн я вам покажу несколько вариантов которые я уже пробовала делать если вам понравятся они дайте мне пожалуйста знать в комментариях под видео оставьте свое мнение я с удовольствием прочту и отвечу на все ваши возникшие вопросы значит я нанесла на типсы несколько оттеночков здесь у меня белый от фирмы белин так под номером 40 501 вот такой вот темно-бордовый под номером 09 955 и оранжевый 905 14 тоже от фирмы белин ссылочки на все товары которые я сегодня буду использовать в видео вы сможете найти как всегда в описании и так я хочу начать свое видео с того что показать как можно расположить эту фольгу на ноготке не разрывая сейчас очень модный популярный такой дизайн мятой фольги давайте вместе с вами сейчас попробуем это сделать так я покрываю типс базой отправляю пока в лампу и тем временем достаюсь баночки фольгу мне понадобится пинцетики еще и вот такие вот силиконовые кисть и для чего я вам покажу чуть позже так достаю фольгу мне нужно ее немножечко развернуть она очень очень тоненькая прям просто нереально рвется при малейшем надавливание на нее мне нужно ее так здесь порваны как видите кусочек нам нужен не порванный поэтому сейчас я посмотрю на этот если здесь все нормально мы будем использовать его очень тоненькая прям воздушная так ну ладно сейчас что-нибудь придумаем вот моя типса я отрываю небольшую часть которая мне понадобится и укладываю ее на типс сейчас мне понадобится вот эта силиконовая кисть для того чтобы прижать нашу фольгу база у меня с липким слоем поэтому фольга достаточно хорошо прилипает и располагается на типс так сейчас нужно аккуратненько и его по краям на типсе конечно это удобнее сделать снять вот эти вот излишки но ноготке тоже я думаю не составит особого труда потому как она очень тоненькая острым краешком силиконовой кисти это можно сделать очень легко эти все кусочки которые у нас остаются нам еще понадобится все что у вас остается отправляйте в баночку будем использовать чуть позже так располагаем так как нам хочется прижимаем ее лучше без всяких сдвигов чтобы ее не порвать аккуратненько расположили и теперь нам нужно покрыть топом желательно каким-нибудь более густым тоже это делаем очень аккуратно потому что фольга тянется за кистью если кисть жесткая покрываем первым слоем и отправляем в лампу тем временем на других давайте попробуем дальше 100 типс и я вам покажу что еще делать буду на этом еще не закончена гель-лак с липким слоем поэтому я сейчас буду располагать фольгу на липкий слой гель-лака можно брать кусочки побольше можно поменьше прям отрываем и укладываем так как нам понравится можно оставить эту фольгу такими вот кусочками как вы и положили но еще есть вариант при помощи силиконовой кисти немножечко сделать эти кусочки помельче сейчас я покажу как так вот я расположила прижимаю их на липкий слой нашего гель-лака чтобы они не топорщились так вот такой вариант но я сейчас сделаю эти кусочки чуть помельче сделаю таким вот образом буду силиконовой кистью как бы втирая немножечко их разрывать и раздвигать по типсе таким образом можно взять другой более жесткий вариант насадочки силиконовой кисти ну вот немножечко уже заметно прилипает очень хорошо фольга так как она тоненькая еще раз повторяюсь вот сейчас я добавлю несколько совсем мелких частичек на этом все также покрываю топа и отправляем в лампу смотрите чтобы на кисти не оставалась сама фольга чтобы не занести ее в топ и так отправляю в лампу и так вот наш первый вариант я достала из лампы аккуратненько снимаю липкий слой далее мне понадобится вот такая вот пластиночка сейчас мы будем использовать стемпинг также штампинг скраппер так вот моя фольга вся по разлетелась и лак для стемпинга черный от фирмы т использовать я буду вот этот вот рисуночек на нашу красочку так стоп нет вот этот рисунок я хочу взять на нашу краску убираю лишнюю забираю штампиком наш рисуночек и переношу на типс смотрите какая прелесть получается у меня там немножечко подсохнуть и нанесу поверх топ на эту типсу и опять отправлю в лампу вот такой вариант вот это наш вариант на оранжевом фоне у меня еще есть белый и вот такой вот темно-бордовый на темно-бордовом фоне я хочу показать как я делаю растяжку этой фольгой так мне понадобится кусочек я прикладываю вот так вот на одну часть сверху и втирающими движениями начинаем распределять убираю все лишнее в баночку сверху можно прижать пальчиком если вам будет так удобнее и нижний слой я начинаю тянуть к концу нашего ноготка или типси вверху ребром моей силиконовой кисти как бы разрывая частички более крупные на более мелкие и отправляю их вниз возьму еще несколько кусочков для того чтобы сверху слой сделать более плотный и втирающими такими движениями прикрепляю на липкий слой сверху так прохожусь еще раз плоской стороной силиконовой кисти по всей поверхности чтобы хорошо прилипла наша фольга протираю кисть вот что у меня получилось вот такая вот интересная растяжка фольгой наношу топ и отправляю в лампу так это наш стемпинг и полностью покрытый типс теперь я хочу еще расположить на белом фоне кусочки фольги серебристой более мелкие так как на оранжевом мы с вами сделали крупные так я закрываю свою баночку чтобы ничего не разлеталось теперь буду брать значит совсем маленькие кусочки и укладывать такой фольгой можно делать френч луночку поэтому позже я покажу как это сделать в следующем видео так располагаю очень интересно комбинировать эту фольгу с разными оттенками гель лака по-разному смотрится на холодных более нежно на теплых оттенках более ярко так еще кусочек мне нужен маленький с этой стороны вот у меня фольга еще не прижата теперь силиконовой кистью я ее прижимаю к поверхности сейчас я уберу все прижимаю к поверхности и немножечко растягиваю так же как мы с вами отпечатывали фольгу помните на липкий слой получается вот что-то подобное интересные варианты такие можно комбинировать различные оттенки такой фольги она есть продается цветная не только золото серебро не совсем сильно нажимая аккуратненько и немножечко растягиваем вот что у меня получилось зеркальный такой вот вариант очень интересный покрываю топом и отправляю в лампу так девчонки вот наши варианты со стемпингом где фольгой заполнена вся поверхность типсы серебристую мы делали вместе с вами золото я пробовала делать до этого вот такой вариант вот здесь оставлю вы сможете рассмотреть далее варианты со стемпингом но фольгой заполнен не весь ноготочек смотрите как красиво получается здесь у нас фольга мелкими кусочками на типсах розовый очень нежный получился с золотом и стемпинг белым лаком здесь у меня также фольга кусочками и сверху цветочки стемпингом смотрите какой интересный вариант далее фольга кусочками покрупнее и помельче здесь я пробовала на нескольких типсах использовала несколько оттенков гель-лака и смотрите что у меня получилось на каждом оттенке получается очень красиво главное подобрать фон правильно и расположить нашу фольгу более крупными либо более мелкими кусочками вот такие вот варианты и вот наша растяжка на голубом и темно-бордовом фоне смотрите как красиво растяжку можно делать и гель-лаками с блестками и видите фольгой тоже получается очень даже ничего и еще один вариант зеркальный дизайн у меня получился на типс у меня нанесен гель-лак белого цвета от фирмы белен и фольгу я втирала втирающими движениями как втирочку в поверхность вот такие варианты у нас сегодня получились если вам какой-то из них пришелся по душе дайте мне об этом знать в комментариях под этим видео ссылочки на все товары которые я использовала будут в описании также вы там найдете ссылочки на все мои соц сети добавляйтесь ко мне в друзья приглашаю вас в свою группу вконтакте которая создана специально вместе с каналом youtube там вы сможете делиться и смотреть публикации других пользователей и отзывы о товарах если вам полезно было мое видео и вам было интересно смотреть не забывайте ставить пальчики вверх жду ваши комментарии и на этом я с вами прощаюсь до скорых встреч до встречи